Hey guys, с вами Настя и Puzzle News, обзор самых интересных материалов на Puzzle English и популярных на Западе мемов. Каждую неделю вот этими руками я отбираю для вас самое лучшее, что выходило на Puzzle English за неделю. Собираю в этом дайджесте, а также в текстовой версии и в виде рассылки, на которую можно подписаться, чтобы каждую пятницу получать наш дайджест на почту. Самые интересные из каждого раздела Puzzle English, а также скидки, акции, новинки, все тут и по ссылке под этим видео. Ну и перед всем этим давайте пробежимся по популярным мемам, которые сейчас обсуждают на Западе. У словосочетания old-fashioned есть как минимум два значения. Помимо чего-то или кого-то старомодного, так еще называют алкогольный коктейль. Алкогольный, поэтому я считаю своим долгом напомнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И очень дорого стоит, дешевле все-таки не пить. Итак, как готовить коктейль old-fashioned? Видео об этом стало вирусным. Самое интересное начинается с 30-й секунды. Джанни давит мадлером то, чем обычно коктейли украшают. Затем она добавляет невидимый биттер. И сдабривает это тремя унциями бурбона. Для справки, три унции это 85 грамм, то есть чуть меньше, чем два шота водки. Теперь полученную смесь нужно смешать. Я не бармен, но мне кажется, что тут что-то не так. Пользователей твиттера тоже не обошел стороной этот ролик. Это не три унции, не пей это. Если мы хотим подчеркнуть что-то, то помимо интонации можно не использовать сокращение, как в данном случае произошло с do not drink this. Это величайшая вещь, которую я только видел в своей жизни. На минуте 20 я теряю контроль над мочевым пузырем. Loose bladder control значит теряю контроль над мочевым пузырем, а вообще это выражение относится к недержанию и надеюсь никому не пригодится. Именно так я готовлю себе напитки, когда мне точно больше не надо. Drink может быть не только глаголом, но и существительным напиток, хотя вы, наверное, и так это знаете. Помогите, это же неразбавленная пинта бурбона. Запоминаем straight up, в данном контексте он означает неразбавленный, и pint, пинта, это мера объема английской системы мер, которая примерно равна нашей половине литра. Кто хочет приехать на коктейльную вечеринку и уехать с нее в машине скорой помощи, пока работники скорой срезают с вашего тела одежду. Запоминаем фразовые глаголы come over, приехать, прийти, прибыть куда-то, и cut off, срезать, отрезать что-то. Вот так я готовлю их в полной отключке, не могу перестать ржать. Blackout – это тоже фразовый глагол, который означает потерю сознания на короткое время, а также бессознательное состояние из-за алкоголя. Учитывая соотношение между сахарными кубиками и количеством алкоголя, я могу предположить, что это коктейль для коня. I can only assume популярное сочетание, аналогичное нашему вывод 1, или я могу предположить только одно. Сейчас будут поистине страшные кадры, уберите детей от экрана. Фото Иванки Трамп и Джареда Кушнера в окне Букингемского дворца. Во время недавнего визита Трампа в Лондон, его дочь и зять приехали вместе с ним и стали мемом. Пользователи соцсетей сравнили фото с кадром из фильмов ужасов. Я смотрю у близняшек из «Сияние» есть повзрослевшая версия. Жуткие соседи, которые обучают дома своих 17 детей и держат все шторы закрытыми, смотрят, как ты выгружаешь покупки. Home school – это глагол, который означает «быть на домашнем обучении», то есть учиться дома вместо школы. Unload groceries – сочетание, которым обычно описывают вот этот процесс разбора покупок из магазина. Новый фильм про Омана выглядит круто. Я и не знал, что они пересняли «Сияние». Выглядит ужасающе. Вот и наступило лето, кто-то больше не ходит в школу, кто-то в универ, а кто-то стал реже заходить на пазл инглиш. И совершенно напрасно. Ради чего бы вы не пожертвовали изучением английского, уверяем вас, это можно совместить. Садово-огородные работы пройдут веселее, с подкастами и книгами в наушниках. Поход в парк будет увлекательнее с кроссвордами и песнями на пазл инглиш. А путешествия будут полезнее с тренировками слов и фраз. И, кстати, включить все это в свое лето можно с помощью рассрочки на премиум. Три платежа за три месяца. И вот вам еще и заготовочка на зимние вечера. Сплошная польза по ссылке под этим видео и в закрепленном комментарии. Не стесняйтесь сокращать английские конструкции. Всякие wanna, gonna, I'ma помогут вам заметно сэкономить время на чтение Шекспира. Читая же, кому-то лень сказать I'm going to, говорят I'ma. Что кричать, петь и едать, это самое интересное, на английском стадионе, смотрите видео Насти, которая лично изучила этот вопрос. Стало скучно на стадионе, самое время достать резиновый пи... Если все наши задания кажутся вам слишком сложными, и вы считаете, что вы не способны к изучению языков, и вообще чувствуете себя из-за всего этого плохо, два слова. Свинка Пеппа. Hello! Дэн и Дэн очень легко перепутать на слух, я сама не знаю, какое из слов я сейчас сказала, но их вообще невозможно перепутать в контексте, речь о котором пойдет в уроке Леры. Посмотрите обязательно и пройдите упражнение. Ой, как бывает неловко и обидно за такую глупую ошибку. Если вдруг вы носите нижнее белье, послушайте подкаст о его покупке и привезите с шоппинга в Милане G-стрингс для мужа. Кажется, у меня появилась цель в жизни. Куперсхилдская сырная гонка, которая каждую весну проходит в Глостере. Что это такое и зачем? Читайте и переводите в лучшем транслейте недели. Если вы получили от коллеги письмо с заголовком NSFW, не открывайте его, пока не прочитаете статью о сокращениях из нашего блога. На сегодня это все, наконец-то. Это закончилось. Спасибо, что досмотрели до конца. Ссылки на все материалы, а также на нашу акцию, где можно купить премиум-броссрочку под этим видео и в закрепленном комментарии. Успехов вам! Успехов вам в изучении английского, больших и маленьких тоже. Приятно было провести свое время. Бай-бай.